Доброе утро! В эфире рубрика «Де Юре» и с вами я, Ирика Шоллер. Сегодня мы с вами поговорим о трудовых договорах. Казалось бы, тема абсолютно простая и всем понятная, но почему-то именно с ней у наших граждан возникает больше всего вопросов. Что такое трудовой договор и как его заключают? Что является нарушением трудового договора? Сколько длится отпуск? Давайте обо всех этих вопросах поговорим поподробнее. Итак, с вами заключен трудовой договор, если Вы приходите на работу и уходите домой в установленное работодателем время. При выполнении работы вы подчиняетесь руководству и контролю работодателя. Работодатель платит вам за работу. Работа выполняется лично вами. При выполнении работы вы используете средства труда, материалы и оборудование работодателя. Если ваш договор обладает этими признаками, то мы имеем дело с трудовым договором, который влечет ряд обязательств работодателя. В последнее время многие работодатели, желая сократить расходы на персонал, заключают со своими работниками так называемые договоры поручения, избавляя себя тем самым от многих обязательств. Например, от необходимости предоставлять своему работнику ежегодный оплачиваемый отпуск или же от необходимости выплачивать компенсацию по сокращению. Договоры поручения также легко расторгнуть. При этом работодатель не несет никакой ответственности. Человеку, который устраивается на работу, очень важно понимать, какими признаками обладает трудовой договор. Ведь даже если договор имеет другое название, но обладает признаками трудового, то в случае нарушения договора работодателем, работник имеет право отстаивать свои интересы, исходя из закона о трудовом договоре. При заключении трудового договора важно знать. Трудовой договор обязательно заключается на неопределенный срок, то есть является бессрочным. Если в договоре указан период его действия, то для этого должна быть веская причина, и она должна быть прописана в самом договоре. Например, причиной может быть замещение работницы на срок, пока она находится в отпуске по уходу за ребенком, или увеличение числа заказов в летний период. Максимальная продолжительность испытательного срока составляет 4 месяца. Стороны могут договориться о более коротком сроке. В трудовом договоре обязательно должна быть прописана сумма ежемесячной заработной платы. При заключении трудового договора работодатель обязан занести работника в регистр работников. Предполагается, что ежегодный отпуск работника составляет 28 календарных дней. Работодатель может увеличить количество дней отпуска, но ни в коем случае не уменьшить. Важно знать, что если раньше работник мог взять компенсацию за неиспользованный за прошлый год отпуск деньгами, то по новому закону такой возможности нет. Неиспользованный отпуск через год просто сгорает. Так что не забывайте отдыхать. Работодатель не может просто так уволить работника, а работник может уйти по собственному желанию. Если работник расторгает договор по собственному желанию, то он должен предупредить об этом за 30 календарных дней. Важно знать, что если с вами не заключен письменный трудовой договор, но условия труда имеют все признаки трудового договора, то это значит, что с вами заключен устный договор, который является тоже действующим. Если работник считает, что работодатель расторгнул с ним трудовой договор незаконно, то он имеет право обратиться в комиссию по трудовым спорам и потребовать от работодателя компенсации в размере трехмесячной заработной платы. Работодатель может уволить работника, если тот не мог выполнять работу по состоянию здоровья в течение четырех месяцев, не справлялся более четырех месяцев с выполнением трудовых заданий из-за недостаточной квалификации, непригодности или неприспособленности к рабочему месту, несмотря на предупреждение, игнорировал разумные распоряжения работодателя или нарушал трудовые обязанности, несмотря на предупреждение работодателя, находился на работе в состоянии опьянения, совершил кражу, обман или иным способом утратил доверие со стороны работодателя, вызвал недоверие третьего лица к работодателю, сознательно причинил ущерб имуществу работодателя, нарушил обязанность сохранения тайны или ограничения конкуренции. Итак, давайте с вами подведем итоги. Что необходимо знать при заключении трудового договора? Во-первых, трудовой договор должен быть заключен с вами письменно, однако он может быть и устным. Во-вторых, если ваш договор называется как-то иначе, но он обладает всеми признаками трудового, то вы имеете право требовать от работодателя все блага, которые вам полагаются по закону о трудовом договоре. И третье. Работодатель имеет право расторгнуть с вами трудовой договор только в чрезвычайном порядке, а у работника есть право расторгнуть в обычном и в чрезвычайном. На следующей неделе мы с вами побываем в трудовой инспекции и узнаем о том, как мы можем решить вопросы по трудовым спорам. До встречи!